Все начинается в этом холле. Здесь они проходят аккредитацию, причем строго по паспортным данным, после чего им выдается задание из федеральной базы. Например, здесь написано, что медицинская сестра хосписа должна взять кровь из периферической вены, из локтевого сгиба. Пациентке 78 лет. В ходе аккредитации студенты выполнили теоретические и практические задания. В тесте было 60 вариантов вопросов. На практике было все максимально приближено к реальным условиям для забора крови, сердечно-легочной реанимации и других манипуляций. Использовались медицинские фантомы, которые и предназначены для того, чтобы будущие медицинские работники отрабатывали свои навыки. В каждом кабинете установлены камеры видеофиксации и таймер. На выполнение одного из трех практических заданий давалось не более 10 минут. У нас аккредитуются специалисты по таким специальностям, как лечебное дело, сестринское дело, акушерское дело и лабораторная диагностика. У нас работала еще и вторая площадка в медуниверситете, где проходили аккредитацию специалисты по специальности сестринское дело. В медуниверситете на сегодняшний день аккредитация уже проведена, результаты получены положительные и процедура завершена. Для Тимура Тарасова аккредитация, как и учеба в колледже, уже позади. Молодой человек успешно защитил диплом и даже нашел место работы. Для него никогда не было сомнений в выборе профессии. Дед – военный хирург, аллерголог, анестезиолог и медицинские сестры. И все в его семье. Тимур тоже решил продолжить династию. Он признается, профессия медбрата ему нравится. Кажется, она больше всего контактирует с людьми, с пациентами, больше всего общение. Мне полностью моя профессия нравится. Я, скорее всего, пойду работать дальше, пойду учиться выше и планирую карьерный рост. Для выпускников проходит первый этап аккредитации. Главная задача – проверить, насколько они готовы к работе в больницах и париклиниках. Подобная проверка знаний и навыков позволит существенно повысить качество медицинских услуг, в будущем уверяют специалисты. Стандартные операционные процедуры и те стандарты, по которым мы проверяем компетентность студентов, они как раз и предполагают наличие необходимых психологических составляющих личности студента, наличие возможности общения, коммуникации. То есть, любая процедура начинается с представления медицинского работника пациенту. То есть, момент коммуникации и умение общаться с пациентом – это как раз и входит в залог правильности выполнения данной процедуры. К мероприятию серьезно готовились не только будущие специалисты, но и настоящие. Экспертами на этот раз впервые выступили практикующие специалисты. Почти 50 медсестер, акушерок и лаборантов наблюдали за процессом аккредитации. На сегодняшний день ее прошли более 450 студентов. Пока эта процедура добровольная, но в ближайшее время и выпускники, и представители практического здравоохранения будут обязаны раз в пять лет проходить аккредитацию вместо процедуры сертификации.